Всем привет! Недавно я вам показывала алюминиевый каркас юбки для этой красавицы. Говорила, что буду для себя плести. И вот она уже готова. Хочу вам показать, как получилось. Это ротанг коллекция Прованс. Цвет сложный, очень красивый. Такой слегка состаренный. Хорошо подходит к цвету паркетной доски в комнате. А здесь я плела один через один, два через один. Значит, смешивала плетение. На ободке колосок. И вот такое завершение. Высота этой юбки 30 см. По низу 60 см. То есть я по крестовине мерила, чтобы хорошо подходила. Юбку я люблю, когда юбка достает до самых нижних веток первых. Просто я иногда вижу, что юбки короткие, невысокие. И вот этот ствол, основание, все оголено. Юбка некрасиво смотрится. А вот когда бортик достает до первых нижних веток, то смотрится законченное изделие. И красиво, конечно. Честно вам скажу, что плетение юбки это не самое мое любимое занятие. Легче кашпо, каркасное, бескаркасное, корзину себе сплести, чем юбку. Но для себя я в этом году только ее сплела. Смотрится, конечно, красиво. Мне понравилось. Такая елка одета. А то как-то внизу было слишком пусто и голо. А вот когда она уже с юбочкой, то смотрится очень красиво. Друзья, всем привет! До Нового года осталось совсем чуть-чуть, буквально несколько дней. Я получила новогоднюю посылку. Хочу вам ее показать. Кто смотрит мои видео, знает, что я состою в клубе тыквоводов-гигантоводов. Я участвовала в этом году в конкурсе по выращиванию тыквы-гигантика. Я вырастила ее в 200 килограмм, заняла шестое место. И организатор этого клуба решил участников побаловать подарками от клуба и от себя лично. Это хочу распаковать вместе с вами. Я ее уже открыла, чтобы не шуршать. Смотрите, лефортовский фарфор и ручная работа сделана в России. Такая красивая коробка. Как вы думаете, что там? Это новогодняя игрушка, фарфор в виде тыквы-кареты. Вы посмотрите, какая красота! Ручная роспись, великолепная работа. Как она красиво сделана, она такая тяжеленькая. Вот такая красивая елочная игрушка. Конечно, я ее повешу на свою елку. Будет красиво. Затем натуральные конфеты. Тыква-клюква. Вы понимаете, да? Тыквамания. Клуб тыквоводов-гигантоводов. Все, тыквенная тема. Аромат от конфет такой вообще. Открытка. В таком старом стиле. В нашего детства. Здесь, конечно, пожелания. От организатора клуба. Затем упаковано что-то. Это шоколад. Шоколад. Горький шоколад с пастой тыквы. Вы представляете? Кракт упаковки. Ой, аромат такой вообще. Вот такая плитка шоколада. С пастой тыквы. Горький шоколад 72%. Так, здесь. Здесь у нас. Это дощечка в виде тыквы. Как вы сами понимаете. Смотрите, какая красота. Благодарим Зою за участие в тыква-баттле 23-го года. Посмотрите. Именная. Тыква деревянная. Кстати, ее можно красками раскрасить. Акриловыми. Но я оставлю ее так. Посмотрите, какая красота. Надо же так придумать. Это каждому участнику. Мыло фигурное. Ручной работы тыква. Конечно же тыква. Так, сейчас посмотрим. Ой, аромат такой вообще просто невероятный. Какая красота. Вы только посмотрите. Ручная работа. Боже, она как настоящая. Это мыло. Аромат просто великолепный. Посмотрите, как проработано изделие. Листики. Сама тыква. Вообще великолепно. Вот скажите, как можно догадаться, что это мыло? Ой, аромат вообще изумительный. Парфюмированный аромат. Не аромат тыквы, а парфюма. Такого хорошего парфюма. Парфюма. Ну, конечно же. Кепка. Тыква баттл. Красная. Так это отклеивается наклейка просто. Вот такая кепка. Посмотрите, как здорово, да, придумал организатор. Организатора зовут Аурика. Это девушка, которая собирает в команду всех единомышленников, любителей тыквы. Необычной тыквы, гигантской тыквы. Она учит ее выращивать, ухаживать за растением, выращивать без минеральных удобрений. Все. Вот такой подарок. Я хотела с вами поделиться. Какой прекрасный у нас клуб тыквоводов, гигантоводов, в котором я состою. И посчастливилось мне участвовать в этом году. Возможно, что на следующий год я повторю свое участие и буду выращивать тыквы-гигантика. Кстати, семена у меня уже есть. Мне любезно предоставила семена девушка, которая вырастила, заняла первое место и вырастила на тыкву больше 400 кг. Так что семена этой тыквы у меня уже есть. Попробуем на следующий год вырастить. Ну, конечно, я вам хочу показать. Повесила игрушку. Она заняла почетное место на этой елке. Какая красота. Рядом тоже тыквы. Я их сделала из ваты в этом году. Я вам показывала. Вы понимаете, да? Это эквамания на лицо. Такие красотульки. Это из ваты. У меня в этом году елка а-ля природа, а-ля лес. Такая красавица. Итак, я продолжу тыквенную тему. Несколько дней назад я готовила пастилу тыквенно-яблочную. Сейчас хочу вам вкратце рассказать рецепт. Значит, было у меня 5 яблок и 1,5 кг очищенной тыквы. Яблоки и тыкву почистила, порезала, сложила в общую кастрюлю. Добавила полстакана воды, чуть сахара. Ну, примерно тоже полстакана. Тыква у меня сладкая. Яблоки кисло-сладкие. Добавила в этот раз ванилин карамельный. Вкус и аромат получился просто замечательный. Попробуйте, кто не добавлял. Но много не добавляйте. Буквально на кончике ножа, чтобы не было приторно. Ни по аромату, ни по вкусу. Замечательно получился. Обязательно попробуйте. Затем, после закипания, 10 минут, буквально до мягкости, в блендере перебила. Получила однородную массу. Эта масса у меня остыла. У меня есть дегидратор. Специальные также к нему идут поддоны для пастилы. Я смазала поддоны с подсолнечным маслом. И распределила тонким слоем с помощью кисточки. Тыквенно-яблочную смесь. Тонким слоем. Я толстую пастилу не делаю. И отправила в сушку. На 45 и 50 градусов. Сушилась она у меня, наверное, часов 10, может быть, 11. В общем, утром я поставила, а поздно вечером я ее уже скрутила. В трубочке. Потом можно ее нарезать, как конфетки, кусочками. Можно на две части разделить. И, допустим, в подарок. Что я буду рассказывать. Пастилу, в общем, храню ее в холодильнике. Посмотрите, сколько осталось от всей пастилы. Я высушила в этот раз 10 поддонов. У меня получилось. И вот это все, что осталось. Цвет получается очень красивый, яркий. Но все зависит от мякоти самой тыквы. Чем ярче тыква, соответственно, тем ярче и пастила. И чем больше вы добавите яблок, тем цвет будет тускнее. Посмотрите, какая красота. Вот такие трубочки. На две части я порезала. Такая трубочка была. Можно разрезать буквально кусочками вот такими. В красивое блюдце. И будут конфеты. Я угостила соседку. Она мне сказала, что это абрикосовая пастила. Хотя я сюда курагу не добавляла. Вот эта, знаете, тыква сама не имеет запаха вот этого тыквы. И вот эта карамельная ваниль, она заглушила аромат тыквы, который все равно присутствует в любой тыкве. Яблоко очень вкусно. Замечательно получилось. Дети съели моментально все, что осталось от 10 поддонов. Как я уже сказала, что пастила у меня хранится вот в таких контейнерах. Я перекладываю каждый слой пергаментной бумагой. Это для того, чтобы они между собой не слепались. Почему храню в холодильнике? Потому что уже проверено. Я пастилу делаю на протяжении 5 или 6 лет уже. И я разные способы хранения попробовала. Мне и в шкафу рекомендовали, писали на ютюбе и там, и сям. Но нигде она лучше не хранится, как в холодном месте. А у меня холодное место это холодильник. Это чистое, хорошее место, где никто не залезет, ничего не сделает, где она не пропадет, не высохнет. Потому что я пастилу делаю и сырую, и полусырую, и привариваю как эту. Пастила у меня разная и овощная, и фруктовая, и ягодная. Здесь у меня яблочная, здесь сливовая. Видите, они между собой не склеиваются. Можно легко взять между собой. Так разделить и все. А так, если складывать друг на друга, она склеивается. Уже проверено. И чтобы легко можно было достать и ничего друг от друга не отрывать, лучше перекладывать вот такую пергаментную бумагу. Ну и плюс запахи все равно. И запахи, и бумага все-таки она как-то сдерживает. Запахами не напитывается пастила. Таким образом у меня хранится она в холодильнике. У меня, конечно, такой контейнер не один. Он очень хорошо становится один на один в холодильнике. То есть сразу вот таких три контейнера в высоту помещается. И замечательно. В контейнер очень много получается. Здесь ведро яблок может легко поместиться в такой контейнер. Ведро, я имею в виду сырых яблок, переработанных в пастилу. Вот такой легкий и замечательный рецепт. Ну а вот этот ванилин карамельный. Я первый раз попробовала, мне очень понравилось. Вот кто не пробовал, добавьте, попробуйте. Замечательно. Я просто добавила так, знаете, для себя попробовать. Никогда этого не делала. И мне очень-очень понравилось. Такой интересный аромат у него получается. У пастилы я имею в виду. Вот такой небольшой вам быстрый рецепт пастилы. Пастилу можно готовить в течение всей зимы. То есть тыква у вас хранится. Вы ее разрезаете в любое время, в любой зимний месяц. Добавляете яблоко. Можно и без яблок. Можно цукаты делать. Я в этом году не делала цукаты. А вот на пастилу. И все. И тыква так будет у вас уходить куда-то. Потому что так ее не съешь в кашах, допустим, и в супах. А вот для разнообразия сделать пастилу в течение зимнего периода времени просто замечательно. И тыква уйдет, и не надоест. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Перед Новым годом я еще сниму для вас, конечно, поздравления. Подписывайтесь на канал и всем пока. Пока.